Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. Нас можно смотреть в интернете на портале Правда Севера в окне Ситивизор. И вновь дела театральные. Но если следовать за расхожей фразой, что театральное искусство это зеркало нашей жизни, то и разговор у нас пойдет не только о подмостках и актерах. Гость программы Елена Дунаева, профессор, заведующая кафедрой искусствоведения Театрального института имени Бориса Щукина, председатель жюри 4-го международного фестиваля «Родниковое слово». Здравствуйте, Елена Александровна. Добрый день. Ну что, начнем с фестиваля. 15 работ показали на сцене театра драмы, три из которых из ближнего и из дальнего зарубежья. И все очень разные работы. Первый вопрос к вам, как к председателю жюри нашего театрального фестиваля. Какой театр произвел большее впечатление? Вы знаете, они все произвели впечатление, просто оно по-разному, поэтому говорить, что какое-то больше или меньше довольно сложно. Каждый театр – это живой организм со своими особенностями, поэтому у меня вполне такая полная картинка сложилась в фестивале. 15 театров – это много, мало для фестиваля? Для фестиваля это самое оптимальное, как мне кажется, количество спектаклей. Мы работали очень напряженно, по три спектакля в день порой усмотрели. А кто же в победителях все-таки у нас? Или это тайна? Это тайна, и сегодня она раскроется на вечернем спектакле, после вечернего спектакля, когда мы будем вручать жюри. Так что мы сохраним драматургию тайны для жителей Архангельска. Хорошо, но не будем тогда мы действительно вас пытать. Но вот по каким критериям? Жюри, кстати, было достаточно достойное, да? Жюри у нас было прекрасное, очень мобильное, очень разное, поэтому у нас была возможность спорить, обсуждать какие-то вещи. А по каким критериям оценивают театр? Самый главный критерий – это создание чего-то живого, живого художественного, то, что способно поднять зрителя над прозой жизни, над какими-то проблемами, вывести в какие-то другие духовные состояния. Сегодня, на сегодняшний день, фестивалей происходит в России достаточно? Наши фестивали… Фестивалей даже более чем достаточно происходит в России. Я думаю, что ваш фестиваль достойно вписывается в эту картину, и они все очень разные, поэтому сравнивать их не имеет смысла. Вы часто принимаете участие в жюри, даже были в «Золотой маске». Чем сегодня, как на ваш взгляд, живет театр? Куда движется? Вы знаете, он живет, как и вся наша большая страна, с совершенно разными проблемами, поэтому и фестивали все очень разные. Есть региональные фестивали, есть детские фестивали. Вот ваш фестиваль – это постановка прозы средствами театра сегодня, у него тематика такая, тоже очень определенная. Поэтому, как движется, очень сложно сказать. На самом деле, это живой процесс, это все равно, что ехать на дикой скорости в поезде и пытаться описывать, что за окном тебе видится. Сложно. Театр очень разнообразный сейчас. А что все-таки волнует сегодняшних наших мастеров театральных? Ну, не берусь отвечать за всех мастеров театра. Могу сказать то, что мне близко. Всегда интересна человеческая жизнь, прежде всего. Интересны какие-то вещи философские, философского характера. Театр – это такая сложная структура, он не должен говорить о злободневных вещах, о том, о чем говорит телевидение или телевизионные сериалы. То есть, все-таки это не зеркало жизни? Нет, конечно. Он должен говорить о вечных вещах с человеком. Вот я узнала, что Архангельский театр поставлен на то место, где раньше стоял храм. Это очень симптоматично. Вот вы согласны с этим термином, что он вообще существует, провинциальный театр? Вы делите провинциальный и столичный театр? Если говорить о географическом термине, да, он существует, но он никак не влияет на качество спектакля, потому что в столице нашей Родины можно обнаружить большое количество провинциальных спектаклей. А в провинции можно увидеть вполне, если считать, что это слово, которое дает какое-то качество, столичное в художественном отношении спектакль. И все-таки есть отличия от репертуара, актерский состав, какие-то законы? Вы знаете, я думаю, что жизнь театра в провинции, и она мне сейчас, лично мне, значительно интереснее, потому что очень трудно вообще театру существовать в провинции. Трудно, потому что нужно вести за собой зрителя, в то же время нужно привлекать этого зрителя. В Архангельске совершенно чудесный зритель. Он такой отзывчивый, он такой добрый, он такой какой-то открытый очень. Он так хочет действительно увидеть что-то подлинное на сцене. Меня это совершенно купило. Он действительно открыт к диалогу. Поэтому для Архангельска половина проблем уже решена, потому что, вы знаете, на самом деле театр создает зритель. Каков зритель, таков и театр. Поэтому у вас сейчас все возможности для такого прорыва революционного, мне кажется, есть. Да, вот о зрителе. А что хочет увидеть, услышать, увидеть в театре зрителя? Зачем он идет? Он идет развлечься, он идет подумать. Сейчас театров очень много. Сейчас по провинции ездит огромное количество антрепризных спектаклей. Которые, в общем, довольно часто развращают зрителя, потому что это коммерческие поделки. Я не хочу сказать, что все они таковы, но, как правило, это, в общем, коммерческое предприятие. Даже несмотря на присутствие звезд в спектакле. Ну, ведь понятие «медийное лицо», оно ведь уже сейчас имеет, скорее, негативный оттенок. Потому что, когда вы начинаете переключать программы телевизора, у вас на всех экранах одни и те же лица, то начинаешь теряться, а в чем, собственно, художественное своеобразие, и есть ли оно вообще, и есть ли это, в общем, просто перестановка местами, знаете, как пригрев наперсток. Поэтому как раз в театре, я думаю, идут за уникальным, за тем, что не имеет повтора, за дыханием человека, за какой-то особенностью. Да, вы знаете, я знаю, что на одном из спектаклей того же нашего фестиваля один зритель встал с места и сказал, это очень скучный спектакль, я пойду, пожалуй. Ну, что же, так бывает довольно часто. Вы знаете, с любого спектакля, даже очень хорошего спектакля, публика уходит. Это не показатель. Не показатель. Нет, конечно. Да, я вот об этом. Вы написали книгу о своем отце, народном артисте Российской Федерации, режиссере Александре Леонидовиче Дунаеве, да, «Меловой круг» Александра Дунаева. А что отличало вашего отца как театрального режиссера? Ну, в двух словах об этом сказать довольно сложно. Он принадлежал военному поколению и был человеком совершенно такой определенной складки. Мне кажется, что, наверное, какое-то представление о целостности театра и о необходимости жить художественными методами и вести все к художественной цели, он был по своей сути человеком очень открытым. Очень открытым к общению, к контакту, к тому, чтобы поддержать, подставить плечо. Это довольно такая в жизни-то трудная вещь, а в театре тем более, потому что театр очень такое место ревнивых людей. Очень сложно пережить успех. Вот вы сказали сейчас о публике, который уходит из спектакля. Я видела, как с одного великого спектакля 20 века уходили двое очень неизвестных столичных режиссеров. Уходили не потому, что им этот спектакль не нравился, а вот по всей вероятности какие-то недобрые чувства возникли в их душе. Люди, они сложные. Да, я, собственно, хочу начать разговор о том, что сегодня представляет собой вообще театр, этот жанр искусства. И вы пишете, что Александр Дунаев верил, что театр возможно создать только сообща, всем вместе. Вот эта идея жива в сегодняшнем театре? Безусловно, она вечная, потому что вообще театр создается всеми. Если поставить актеру другого партнера на сцене, получится другая краска роли, он по-другому сыграет свою роль сам, будет иначе ее вести. Чувство партнерства – это основное чувство человека театра. Это то, что, кстати говоря, очень отличает театральных актеров от актеров кино, которые работают на камеру и могут партнера не иметь вообще перед своими глазами. Поэтому хороший театр – это всегда ансамбль, это всегда партнерство, это желание фантазировать вместе. Все рождается только сообща в театре. Режиссер Ярославского театра имени Волкова Евгений Марчелли, вот на вашем месте сидя, на вопрос, куда же идет сегодняшний театр, он мне ответил, что театр идет по пути коммерциализации. Вы согласны с этим? Коммерция встанет в голове. Вы знаете, безусловно, условия жизни сегодняшнего театра таковы, что большая часть вынуждены идти по этому пути. Но во все времена хорошего театра было мало. И если мы будем говорить о по-настоящему хороших спектаклях, вот, скажем, в Европе даже не будем брать пространство России, то тоже нам хватит, в общем, пальцев одной руки. Вопрос в том, как из этой коммерческой оболочки прорваться к какой-то идее, вот если есть эта идея, есть движение духа, ну и возможность воплощения, безусловно, потому что дух без материальной оболочки существовать не может. В этом парадокс театральный. Но общая тенденция Жени довольно верно названа. Да. Верно. Но мы все равно должны считаться с этим как с данностью, собственно. Ну, в общем, наверное, да, потому что здесь спорить с этим нечего. В театре должен быть хороший директор. У вашего Архангельского театра замечательный директор, Елена Владимировна. Замечательно, потому что я хочу сказать, фестиваль прекрасно организован, очень хорошо оргкомитет сработал. Вот все сделано просто очень продуманно. Важно для фестиваля, для актеров. Да, конечно, да, конечно. Это важно для всех. Вот важно, чтобы мы погрузились на этот корабль, и он нас повел. И здесь все в этом смысле было очень удачно. Поэтому, конечно, это важный момент. Да, вот я, наверное, продолжу разговор о театре как вот этом организме. И очень ведь часто говорят, что театр – это террариум единомышленников. Такой не очень может быть лестный термин. Вот с этим вы как? Я могу сказать, что жизнь – это террариум единомышленников. Да, пожалуй. Поэтому особых различий здесь нет. Театр отражает лишь то, что он может отразить. Поэтому говорит, да, актерские эмоции, они, может быть, более сильные, потому что актер от обычного человека отличается этой такой повышенной энергетической активностью, возможность экстраполировать себя вовне. Поэтому это естественно. Но, в общем-то, люди, проблемы мизантропии, они волновали человечество с античности. Поэтому театр идет по этому, к сожалению, пути. А что все-таки… Чем болеет, на ваш взгляд, сегодняшний театр? Чем страдает? Ну, вы знаете, я думаю, что он страдает, прежде всего, желанием заработать деньги, с одной стороны, а с другой стороны, повести к какой-то идее, к какому-то художественному решению. Потому что оторваться от этой проблемы полностью нельзя, от проблемы кассы, зала. А с другой стороны, когда ставится спектакль с какими-то очень не учитывающими зрителя вещами, тоже очень сложно. Публика все-таки должна понимать, о чем идет речь. Она должна читать сюжет, ей должно быть интересно. Но здесь есть опасность говорить только на каком-то языке, удобопонятном для публики. Вот этого быть совсем не может. Театр должен слышать зрителя и в то же время идти на шаг впереди него. Тогда есть движение. То есть, ну, вот сейчас вот это засилие визуальности в театре, да, визуального какого-то искусства, какие-то перформансы, да? Да, да, это общая проблема. Вот, вы знаете, мне кажется, что тот театр точно не должен делать, если он хочет сохранить свою вот такую аутентичность. Он не должен идти именно за созданием картинок. Потому что в этом смысле переиграть кино или переиграть телевизионные какие-то передачи, шоу невозможно. У него есть свой собственный язык. Это вот что называется дыхание. Это живая эмоция на сцене, и, конечно, это очень важно для публики. Но, с другой стороны, если спектакль будет лишен всякой картинки, то это тоже будет довольно сложно смотреть. Но и все-таки тот язык режиссера, да, он все-таки должен быть понятен, вы уже сказали. Да, безусловно, спектакль должен быть понятен. Он не может быть непонятен. Ну, а потом, ну, кто, о судье кто, да? Понятен кому, опять же? Понятен всем. Понятен залу, понятен людям сидящим. Каждый поймет какую-то часть того смысла, который хочет донести спектакль. Знаете, как кто-то поймет домохозяйка, поймет одну историю, профессор института поймет другую, врач увидит что-то третье, а подросток 16-летний вообще скажет, что это про него. Поэтому говорить о том, что искусство же оно образами мыслит, поэтому эта образность, она начинает в какой-то момент слоиться, мерцать. Но это вы говорите о настоящем же таком, да, спектакле? Да, да. Я говорю о настоящем спектакле, но я думаю, что это применимо абсолютно ко всем театрам. Вы с 1985 года преподаватель кафедры искусствоведения в Щукинском театральном институте. Вот какие сегодня студенты идут в наши театральные вузы? Вы знаете, как и раньше, так и сейчас очень хорошие. К нам идут люди, которые приезжают из разных уголков нашей страны, от Благовещенска до самых каких-то южных рубежей. К нам часто приезжают люди из Белоруссии, из Украины, из Латвии. Тут возникают определенные, конечно, проблемы, но то есть вот с постсоветского пространства к нам приезжает очень много. Молодежь приезжает, да? Много. У нас огромный конкурс. У нас в этом году отмечается столетие института. 23 октября это будет транслироваться всеми центральными каналами, поэтому вы увидите, что такое Щукинская школа. Мне очень приятно, что выпускники нашего института, они как-то, знаете, держат связь друг с другом. Эта связь сохраняется. Я думаю, что когда у людей есть общие учителя, у них сразу есть вот какой-то некий общий кусок жизни, и это им очень здорово помогает. То есть те сетывания на молодежь, что она не читает, она не образована, она не знает элементарных вещей. А вы знаете, она не образована, она не читает, но мы имеем, что мы имеем. Поэтому, когда они поступают к нам, мы отбираем самых талантливых, самых одаренных. И дальше у нас начинается индивидуальная работа над каждым, как, знаете, над куском драгоценного какого-то материала. Выпиливаем сообразно химическому составу. И, в общем, мне кажется, получается у нас неплохо. Ну, дай бог. Кстати, все работают потом в театрах? По-разному. Или идут в кино? Вы знаете, это вообще отдельная тема, потому что, так вам скажу, из курса в 30 человек профессиональными актерами оказываются в конце концов 5 или 6. Да. Ну, крайне мало. Это очень известная общая статистика. Другие, да, потому что идет вот, а дальше начинается, знаете, можно обучить, но дальше начинается личность. Как она проявляет себя. Как человек способен он к сопротивлению жизни, каким-то вот различным соблазнам ее в том числе. Понятно, что сериалы, они поглощают актерские души просто как, наверное, море в шторм. Кто-то выплывает, кто-то оказывается погребенным. Но таков естественный отбор, к сожалению. Вот искусство, наверное, тем и уникальна, что нужно пройти все тернии. Да. Давайте вернемся к фестивалю «Родниковое слово». И организаторы нашего Архангельского Абрамовского фестиваля, они ставили перед собой задачу реабилитировать слово. Вот вы как считаете, это у них получилось? Вы знаете, ну, во-первых, я не вполне с вами согласна, что они ставили перед собой такую задачу, потому что реабилитировать слово, а зачем его реабилитировать? Оно как бы так вот и есть, и есть. В том качестве, в котором оно находится, его сложно реабилитировать, потому что есть какие-то общие процессы, связанные с утратой смысла слова. Общие, к сожалению. Но для нас это, безусловно, было важно. Вот до какой степени театр способен прочесть текст? Что он открывает? Открывает ли вообще он новый текст какой-то? Или он пользуется какими-то старыми версиями? Поэтому я думаю, что на самом деле вот эта тематика, сегодня как раз мы с Александром, простите, с Андреем Николаевичем говорили на эту тему, с главным режиссером Архангельского театра, есть очень большие возможности у этой темы. И я думаю, что как раз это повсеместно в мире, начиная с 80-х годов, театр инсценирует прозу, самую разную. Драматургия переживает очень сложный период, и опять же, это является европейским процессом, мы являемся частью Европы, поэтому нас это затрагивает в полной мере. Драматургия есть, но она не отвечает тем проблемам, которым живет сегодняшний человек. То есть мы все равно постоянно возвращаемся к классике? Мы можем не возвращаться к классике, мы можем открывать какие-то новые формы художественного языка. Возвращение к классике – это самый простой, я бы сказала, ход очевидный, безусловно, к ней нужно возвращаться, потому что нужно помнить о корнях, иначе никуда не денешься и далеко не уйдешь. Не случайно, скажем, в Англии постановка Шекспира – это не просто дань традиции, это необходимость. Как во Франции постановка Мольера. Поэтому в этих текстах классических заложены элементы сценического языка, культуры народа, слова, опять же, и так далее. В нашем случае, конечно, ставится классика, и, в общем, всегда очень интересно, ну, не всегда, по-разному интерпретируется, будем говорить честно. Но, вот, например, на этом фестивале, не хочу, опять же, раскрывать наших тайн, произошло открытие определенного литературного материала. Поэтому возможности даже сегодня не исчерпаны. То есть у фестиваля некое будущее есть, и можно наращивать. Именно в этом направлении, да? Да, безусловно, именно в этом направлении, потому что, скажем, на этом фестивале был Московский театр, который привез свой сценический вариант «Пиковые дамы» Пушкина, но там практически слова Пушкина не было. Это был пластический спектакль, поэтому, видите, здесь возможны совершенно самые разнообразные варианты. Да, и вот если еще вопросик, такое дополнение, вернуться к классике, да, когда мы классами, ну, может, уже не по принуждению, но тем не менее вводим детей, чтобы они посмотрели Островского, Достоевского, Гоголя. Да, это тяжелый случай для театра. Я скажу вам, что для актеров это испытание, когда в зале сидит класс, потому что их больше занимается осуществование друг с другом в пространстве незнакомом. Девочки смотрят на мальчиков, мальчики бросают бумажки, учителя нервничают, поэтому зал живет отдельной жизнью. Это очень сложная вещь. Ну, вы знаете, а куда от этого денешься? На самом деле, если хороший спектакль, то в конце концов дети затихают, смолкают, их спектакль захватывает. И в каком-то смысле, вы знаете, вот, например, на этом фестивале был турецкий спектакль по запискам сумасшедшего. Я почти убеждена, что после этого спектакля многие из зрителей, сидевших в зале, будут перечитывать Гоголя. Поэтому здесь неожиданные совершенно бывают возможные варианты роли такого рода спектаклей. Спасибо большое. И в завершение нашего разговора небольшой блиц. Тройка перспективных, талантливых сегодняшних актеров России. О, я затрудняюсь сказать, потому что стою у истоков кузницы этих талантов, поэтому я не хочу кому-то отдавать, знаете, особых привилегий. Мои студенты и выпускники будут на меня обижены, поэтому я не отвечу вам на этот вопрос. Успех у зрителя, он равен таланту? Нет, не равен таланту. Бывает, что зрительский успех связан с раскрученным именем, в особенности сегодня в информационной среде совершенно замусоритый. А бывает так, что талант не может пробиться ни в свое время, ни при каких-то других обстоятельствах. Это сложный вопрос. Когда вы последний раз, может быть, отдыхали в театре душой, а может быть, смеялись до слез? Это было в прошлом году. В театре Вахтангова я смотрела выдающийся спектакль Римаса Туменаса и Евгения Онегина. Вы что, отдыхали, смеялись? Я наслаждалась. И как на ваш взгляд, в чем разница между кино и между театром? Разница огромная. Театр – это живое. Это скоропорчащееся. Как довольно остроумно пошутил один человек театр – это поцелуй в диафрагму. Кино – это может быть очень качественно, это может быть очень интересно, но это то, что я могу смотреть и сейчас и пересматривать, и раз, и два, и три, изучать, и останавливать, и крутить назад, и смотреть по новой. Это все-таки завершенный текст. Театр живой, он продолжает существование вот здесь и сейчас. Кино – это завершенный продукт. Ваше сердце отдано театру. Безусловно. Спасибо большое вам, Лена Александровна. И, конечно, милости просим еще раз на север. Спасибо, с удовольствием. Одного раза мало. Спасибо. В гостях у нас была Елена Дунаева, профессор, заведующая кафедрой искусствоведения Театрального института имени Бориса Щукина, председатель жюри 4-го международного фестиваля «Родниковое слово». Когда общество не имеет идеалов, театр ему не нужен. Слова принадлежат российскому актеру театра и кино Армену Джигарханяну. Дай бог, чтобы эти времена не наступили. Вот такие дела. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok